...между потоком и лодкой, которая плывет в этом потоке. То есть, вот... Ещё я хотела... Я просто хотела привести к примеру... Вот эти деклара... Я сейчас объясню. Вот у нас был Гойки, вот я говорил о нашем генеральном директоре, он взял в себе в конечном счете помощники критикой военных органов, социальные задачи, ему так было удобно. Так вот, ситуация. Мы, вот так, сговариваем... Представляете, человек, человек, который в первой функции, он заходит, у них назначена там в субботу поездка куда-то на месторождение. Значит, он заходит. Ну так, что едем? Ну, он нервничает, всё, машина стоит, всё, а он следует с нами. Заказчик говорит, так, хорошо, пойдем. Ну, ладно, ты, значит, минуток 15 подожди, или 10 подожди. Я сейчас выйду. И... критика это напрягает. Видно, что он так весит, лёргается, потому что он себе уже представляет всю континулу целом, что они уже поехали, а у него представляет, они уже приехали. нах, куда-то. А тут, а тут над ним, да, мы, ну, так подтронем этот... Хозяин прекрасно понимает, что он над ним иронизирует. Когда задаёт ему шкалу времени, ну, такую, как под микроскопом, да, он уже всё, всё в себе охватил, а ему говорят, ну, давайте ещё 10 минут здесь, ещё 15 минут здесь. Ну, в реальность его, конечно, больше и через 40 минут, из его кабинета, но в этот момент был, был такой очень... вот тут. Два соображения. Почему вот это называется теория нервности? Потому что до этого, когда говорили о разницах между, ну, условно, между первой и второй функцией, всё говорилось в терминах. Тех функций больше. Ну, возникает, опять вопрос, на сколько? Сиднее. В два раза больше. Ну, что такое больше? А раз сильнее, а ты человек лет с семантикой воевой сенсорики. Ага, да? Да, доедрый тайтинг. И начинается снять и не ажи. Кто такой сильнее? Раз сильнее по воевой сенсорике, непонятно. Что такое сильнее по интуиции идти? Непонятно. Что такое сильнее по белой интуиции? Когда, опять же, речь идёт о количественном сравнении, у нас возникает искушение сказать, что, да, например, что бальзам двое сильнее по интуиции, чем джек. Что это означает? Что это может означать? Он что, может запланировать двое подробные или где-то дальше, и не подобного. Нет такого, но вот нету этого. Когда начали выяснять вот эту разницу между типами, находящимися церковных отношениями, то есть у одного такой аспект, у другого такой аспект. И мы договорились до того, что то, что касается первой функции, по большому счёту, ни с кем, кроме как с ложником, ну, худо-бедно ещё, то есть родственникам, обсудить это не не удаётся. И не удаётся именно потому, что те, у кого этот аспект второй, они каждый раз ограничиваются в какой-то частной ситуации, с нашей точки зрения и первой функции. Ну, это частность. Ну, в Африке прекрасно там… на это потребует 2 часа времени, если не отключат свет, если не случится злой дрессивния, если машина придёт вовремя, если станок не сломается. И вот этих вот если, когда у нас первая функция, вот этих если, их такое количество, что даже не сможет перечислить. они разогнаживаются в уме эти возможности. И почему, так сказать, больше, чем надо? Не потому, что он может реально заглянуть в будущее, он может в будущее заглянуть на столе. Он не может запланировать, потому, что каждый маленький шажок во времени добавляет ему возможности вот этих вот разветвлений. И он так мысленным взором, вот эти все разветвления перед ним образуется, что реактальная траектория, по которой пойдут события, это лишь одна из миллиардов возможностей. И планировать свою жизнь, так как она пойдёт только по этой единой единственной мыслимой траектории, когда в это время существует огромное количество разных людей, в мальдаке доминирует сейчас в чемпионатах шахт. Вот эти просчёты ситуации. Каспар есть шахт. в мальдаке в мальдаке от каждого действия идёт новые пушки событий. Рядом с нами в этих вселенных цезаря убили, мальдаке пиццер мальдаке мальдаке в мальдаке в мальдаке 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 для описания индивидуальных особенностей представителя конкретного типа. вектора как можно использовать в мальдаке мы можем представить что эти вектора они как между собой садятся условно у нас есть первая функция у конкретного человека который мы наблюдаем мы можем увидеть что он с нормами с точки зрения инфекции он только всяких норм знает ну тайм-менеджмент он один и как планировать он вычислял все он знает а вот лично толпы у него очень много он не использует свое личное видение и несмотря на в ситуациях он как-то так силен и с глобальностью ну грубо говоря совсем и оказывается что вот такой например Банзак он с точки зрения интуиции времени для нас как для исследователей он вообще-то не очень-то интересен потому что вся интуиция времени она сосредоточена в том что он выучил чего выучили что он выучил век небольшой ну и там какой-то он не существенный и вот мы обнаружили такой бандап очень большой бандап ситуация он у нас будет очень хорошо манигрировать под предпринимателя предпринимателя потому что он очень ситуативен активный он очень быстро просчитывает вот ситуация поменялась он уже просчитал два шкафа опять перенялась он опять просчитал чьё-то поведение но все равно он не планирует ходить дальше да но зато он отличная биржа на кодексе никто лучше вот таких вариантов не работает вот в этой изменяющей замечательной обстановке Жанне это мы впервые встретили такую девушку встретили мы ее в банке в юридическом отделе девушке ирис консуль у нее есть юридическое образование она не так уж молода в мучительской определенной профессии она одни опыт ее руководитель тоже этого он говорит вы знаете я не понимаю что мне делать у меня огромная проблема у меня есть такая сотрудница пока я себя разговариваю все прекрасно она меня прекрасно понимает я ее прекрасно понимаю я ей даю задания и она не может того выполнить я не понимаю в чем проблема мы начинаем разговаривать с жанрами и мы понимаем что унзюр кектор глобальности очень большой она интересуется литература она ощущает вот это время проходящее через нее она себя ощущает как человека живущего речь доходит до составления этого делового письма а именно в любом юридическом документе всегда есть какие-то варианты это и это как только она начинает составлять письмо она понимает что в следующем предложении может быть выбор она не знает как сделать этот выбор потому что с точки зрения глобальности этот выбор это некая частность их выборов почему я должна выбрать именно право а не лево например входя на язык сенсорики почему я должна выбрать зеленый носок а не сильный почему если существует ровное количество других вариантов и когда она задумывается о том каким же последствиям примет этот ее выбор то значит появится такое явление то есть тут у нас разветвилось мы представляем что у нее в голове она разветвилась на миллион этих направлений а потом каждый из этих направлений и каждый из них опять умножится и она просто впадает вот этим неисчислимом множеством вариантов каждой из пары из точки зрения глобальности представляется вполне возможным потому потому что проблема в том что в конкретной ситуации мы не можем понять какое из множества этих вариантов нужно применить в конкретной ситуации мы были очень готовы что поняли ее трудности мы обсудили это с ее руководителем они оба с нами согласились что в таком изложении конект почему мы должны сразу ставить конечную цель ради чего мы делали с партнером что мы хотим чтобы он взял кредит или мы не хотим ему давать кредит мы хотим чтобы довести дело до суда или нет мы хотим решить мировым образом поставьте ей сразу конечный путь который она должна прийти она найдет этот путь по которому можно в этот конечный пункт но сама она его не видит так он с точки зрения ее глобальности это некая точка в пространство она не фокусируется на ней только ставить конкретную предельную точку ради чего мы все это делали все сразу наладилось потому что ее опыта ее норм ее опыта было достаточно для того чтобы выстроить что не видно нам там там последние те самые да еще 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 в двух словах и что хочу сказать когда мы говорим что вторая функция трехмерная мы говорим что эта функция полностью адекватна текущей ситуации существующей реальности в определенном смысле первая функция она несколько больше чем реальность в которой мы проживаем и именно вот это больше оно языком нервности оно укладывает в этот вектор глобальности именно первая функция обеспечивает типу включенность в более общий контекст потому что она позволяет ему лучше заживать люди они же посмотрите я вот все пытался понять а как сформировался социум 16 типов значит данные антропологии говорят что первобытные люди даже правы они жили небольшими группами это были группы до 20 15-20 человек понимаете именно в таких группах 15-20 человек оно и оказалось нужным такое разделение информационного потока где каждый группа проявил дичь другой конечно чувствовал что может произойти третий понимал какую-то ситуацию и внутренние этические моменты и этим образом не тоже не 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 это не Продолжение следует...